Перед началом ролика не могу не упомянуть о своём генеральном спонсоре, FanPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. И если скорость загрузки видосиков на ютубе вас не устраивает, то предлагаю вам свой канал на Дзене. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Сегодня 4 веки лута, открываем. Первый на ДК, потом на Монке, потом на Войне, потом на Друиде. Очень много вылазок было проведено, по этой причине третья палочка заполнена на цинках тоже. Касательно ДК, 4 бахальных босса, 8 десяточек. Быть может выпадет шея, быть может выпадет что-нибудь ещё интересное. Поехали. Есть шея, ура, счастье какое. Она бисовая, это факт. Это круто, это замечательно. Что бы я взял, если бы не шея? Ботинки. Ботинки падают со второго босса, но всё же это неплохой апгрейд, допустим, да. Немножки у меня уже есть как болванка. Нагрудник. Да, неплохо формат легенда, прикольно. Плечи, самоисцеление, вау. Шея, бесспорно, это факт. Мы её берём, мы её дыроколим. И всё. Её даже апать не нужно. Это, во-первых, экономия гербов, а во-вторых, она сильная. Она даёт очень много стат, и это круто. Забираем жерелье. Идём дальше. Идём на монаха. На монахе ни одного ключа не было пройдено до сих пор. Я и не собираюсь ходить им в ключи. Шестьсот семнадцатый этому левел имеется. Прапую, нагрудник, прапую, плащик. И будут вообще шестьсот девятнадцатые слоты. Тут героя крейд закрыт. И вылазки. Что можно взять полезного? Даже не знаю. Плечи и так уже имеются. Тринкеты не о чёмные. Колечко. Оно и так имеется. Плащ ради трансмога. Не знаю. Запястье, потому что прокнули. С сокетом. Но они с критом. Крит не нужен монку. Как будто это просто монетки, как будто это просто голдишка. Ну, окей, пусть валяется. Я надеялся вылутать клинок. Тринкет рейдовый. Это реально усилило бы Монаханскую. Я правильно помню по дроптимайзеру. Но не выпало. Ладно. Главное, что ДК повезло. Это самое главное. Воинам глянем, что выпадет с вылазок. Какая-нибудь, может быть, одна ручка, щиточек, кинжал. Вау. Это сильный тринкет, по факту. Что, берём его? Я думаю, да. Кинжалик это нереально сильный тринкет. Он очень много даёт урона. Но я пассивлю. Сделаю выбор попозже. Вылудить его нереальная удача. Многие пытаются его ронуть мейном. Потому что тринкет реально пассивно сильный. А тут на твинка с первой же недели нормально зачищенных вылазок сразу это падает. Прикольно. Идём на друида. Может быть, какая-нибудь двуручка. Может быть, тринкет нереально сильный. О, в итоге это двуручка. Двуручка это хорошо. Плюс дэмэдж, плюс статы. Статы. Да. Само собой, конечно, тут можно даже не думать. Сразу забираем её. И сразу же надеваем её. Статы, конечно, не те, но... Эта двуручка... Это куча дэмэджа. Просто огромное количество урона. По сравнению с 584-м, плюс 32 этом левела на пушку. Это реально круто. 627-й этом левел. Превосходно. Не стоит забывать о том, что у нас ещё имеются позолоченные гербы в количестве 90 штук, которые можно потравить на улучшение вещей формата легенда или формата герои до 626-го. Я буду улучшать поясок. А быть, крафтовый плащик до 636-го не особо много смысла. Поясок просто-напросто даст больший прирост к ДПСу. Помним о том, что у нас имеется четвёртая искра на текущем КД. Делаем еженедельные квестики, вылутываем половинку, объединяем. Также новый заряд для катализатора. Можно крутить какую-нибудь вещицу. Касательно искорки. За 24-й реновен мы получаем зачарованный герб предвестницы. Его можно объединить с искоркой и вылутать 619-ю вещицу. Это полезно как для твинков, так и, быть может, для мейнов, если вы не особо посещали какие-то активности, но при этом вы качали репутацию. Подумайте, какой слот вам нужно апнуть, какой вам нужно слот скрафтить. Быть может, это колечко с какими-то правильными статами. Быть может, это что-то новое в спек. Мало ли. На этом всё. Всех вам благ, счастья, здоровья. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok